Казахстан Есть только небольшие корректировки и поправки, но очень часто мы слышим различные предположения и даже вымыслы о том, как создавались флаг, герб, гимн, что изображено на них, что символизирует та или иная деталь. Давайте разберемся, где правда, а где ложь. Очень часто можно услышать, что флаг Казахстана синий. Это факт или вымысел? Цвет государственного флага Казахстана – голубой. Голубой цвет издревле ассоциировался у кочевников с бескрайним небом, степными далями, чистыми реками и озерами. Небесно-голубой был всегда почитаем у тюрков. Слово «когельдыр» – голубой – является корнем многих других слов, связанных с такими понятиями, как жизнь, счастье и обновление. На языке геральдистов этот цвет означает честность, безупречность, верность и надежность. Орнамент на флаге был всегда неизменным. Это факт или вымысел? Это неверно. Национальный орнамент на первом флаге был другим. Он состоял из нескольких несвязанных между собой элементов. Как утверждают, первоначальный орнамент на флаге был красного цвета. И красный цвет мог символизировать одну из достопримечательностей Казахстана – красные тюльпаны. Это факт или вымысел? Да, действительно, это так. Первый официально поднятый флаг в 1992 году имел красный орнамент. Но вскоре он был заменен на желтый, так как трехцветный флаг смотрелся олиповатым. Что символизировал красный цвет, красные тюльпаны или что-то еще, остается догадкой. На флаге Казахстана изображен орел, утверждают одни. Другие – беркут. Где факт, а где вымысел? На официальном сайте президента Республики Казахстан написано «Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище с изображением в центре солнца с лучами, под которым парящий орел, в скобках – беркут». Почему так? Научная квалификация беркута как класса птицы такова, что он относится к семейству истребиных род орлы. Образ орла беркута является одним из главных геральдических атрибутов, издавна применяющийся в гербах и флагах многих народов. Однако в большинстве случаев эта птица изображается в агрессивных позах, как символ власти и силы. Парящий под солнцем беркут олицетворяет собой силу государства, его суверенитет и независимость, стремление к высоким целям и устойчивому будущему. Солнце, изображенное в центре флага, имеет 32 луча. Лучи – это семечки. Факт или вымысел. Солнце – источник жизни и энергии. Время для кочевников всегда определяется по движению солнца. Согласно законам Геральдики, силуэт Солнца – это символ богатства и изобилия. Не случайно на солнце казахстанского флага размещено 32 луча, имеющие форму зерна, как основы изобилия и благополучия. Звезда на гербе Казахстана – признак советского прошлого. Факт или вымысел. При создании герба Казахстана спорным элементом была звезда. Какой она будет – пятиконечной или восьмиконечной? Восьмиконечную звезду посчитали признаком мусульманского фундаментализма, а пятиконечную отторгли, так как посчитали символом советской власти. И в парламент эскиз направлен был без звезды. По этому поводу президент Республики Казахстан Мурсултан Абишич Назарбаев сказал, давайте не будем сравнивать звезды с остатками советской власти, сравнивать с религией. У нас у казахов еще издавна говорили, что у каждого человека своя звезда, так и у нашей страны своя звезда и свой путь развития. На гербе изображены единороги или тулпары. Где факт, а где вымысел? На государственном гербе Казахстана изображены не единороги, а крылатые мифические кони-тулпары. Они являются ключевым геральдическим элементом. Образ коня с независимых времен олицетворяет такие понятия, как храбрость, верность и силу. Золотые крылья скакунов напоминают колосья и олицетворяют собой трудолюбие казахстанцев и материальное благополучие страны. Автором гимна Республики Казахстан является Нурсултан Абишевич Назарбаев. Факт или вымысел? В истории независимого Казахстана государственный гимн страны утверждался дважды. В 1992 и 2006 годах. Текст старого гимна не соответствовал и не отражал цели интересу нового независимого Казахстана. В этой связи в результате конкурсных работ был отобран вариант песни «Минын Казахстанин». Но с учетом обретения независимости в тексте песни гимна были внесены поправки лично главой государства. Поэтому Нурсултан Абишевич Назарбаев является соавтором гимна. Никто не может посягать на честь и достоинство официальной атрибутики страны. Правила их использования и ответственность за это закреплены в нашей стране конституционно. Статья 34. Каждый гражданин обязан знать и уважать государственные символы Республики Казахстан. Знания истории символики государства являются неотъемлемым фактором патриотического воспитания граждан нашей страны.